Здравствуйте! В эфире программа «О чём говорят». Сегодня мы продолжим говорить о детях, которые в далёком будущем взвалят на свои плечи заботу о стране и о нас с вами. О том, насколько важно развивать у ребёнка лидерские качества. Мои собеседники – это Александр Гурьянов, президент Федерации ММА «Смешанных боевых искусств». Здравствуйте! Здравствуйте! Это Дмитрий Воронин, директор стартап-центра Самарского университета. Здравствуйте! Здравствуйте! И Андрей Пугачёв, эксперт по деловым коммуникациям. Здравствуйте! День добрый! Вот, в принципе, насколько я понимаю, вы все трое стали участниками довольно-таки интересного проекта. Маленькие лидеры страны, да? Вот в двух словах о проекте и каково это? Взрослым поучаствовать в совершенно, наверное, незнакомом для себя, я не знаю, действиях. Ну, кто начнёт? Давайте, Александр, может быть, вы? Да, мы участвовали в съёмке двух передач. И сначала, как бы, было первое знакомство с детьми, участниками лидеров России, да? На первое знакомство мы пригласили чемпиона GFC и компании «Битва на Волге» Владимира Селивёрстова в полутяжёлом весе, где он провели беседу, показал небольшой мастер-класс. Потом пригласили всех участников на мероприятия, которые проводили в Тольятти, уже как бы окунули их в мир смешанных единоборств. И следующая уже встреча, заключительная передача была. Мы пригласили Шамиля Аббасова, чемпиона в тяжёлом весе, чемпиона мира по кикбоксингу Алексея Рискова. И уже, как бы, дети, зная уже, что такое смешанное единоборство, что такое ММА, уже говорили как бы на одном языке с нами, подготовились и задавали такие достаточно острые вопросы. И что касается детей, что хотелось бы сказать. Вот у меня у самого два ребёнка, дочка, сын, и практически всё время отмечают дни рождения, приглашают различных мультипликационных героев, фиксики, нефиксики и прочие интересные персонажи мультипликационные. А здесь герои и новый план. Да, здесь не то, что герои. И тут буквально где-то месяца два назад у моего друга, у сына был день рождения, ему исполнилось 8 лет. И он говорит так, пап, у меня вот мечта, я хочу, чтобы Шамиль Абасов, чемпион компании, организации там GFC, пришёл и присутствовал у меня на дне рождения. Я хочу познакомиться со своими друзьями, потому что я прихожу, участвую практически во всех турнирах, смотрю, слежу за ним, переживаю. И для меня он является там героем, на которого я равняюсь. И слава богу, что не фиксики. Да, однозначно. И это был такой определённый результат нашей долгосрочной работы, которую мы проделывали, популяризируя смешанное единоборство в Самарской области. То, что маленькие подрастающие поколения наши ориентируются уже на таких ребят, спортсменов, бойцов, удающихся бойцов. Извините, на кого равняться. Саша, я только хотел перебить. Извините, а то у нас сейчас телезрители подумают, что, говоря о маленьких лидерах страны, в первую очередь мы говорим о тех мальчишках и девчонках, которые хорошо знают, как себя вести на татаме, если что, могут дать сдачу. А на самом деле этот проект подразумевает собой не только дать отпор, но и ещё огромное количество других качеств. Просто мы так, получилось, с вас начали, и сразу начали говорить о силовой поддержке. А так, в принципе, в основу-то идут, когда мы говорим о лидерских качествах, это целеустремлённость, это попытка доказать, что ты можешь, и что ещё. Что касательно акцента на тело, я сам сторонник того, что переговоры с пользой для дела и тела должны быть. Часто в переговорах, и это та компетенция, которой мы тоже обучали маленьких лидеров, и действительно хорошо, что включен в блок именно телесно ориентированный, именно чемпионы делились, люди, которые хорошо владеют своим телом. Почему? Потому что тело – это наш прижизненный партнёр, который с нами – это выражение Станиславского, и мы тоже его технологией пользовались при развитии коммуникационных навыков у наших маленьких лидеров. И если мы не умеем слышать своё тело – это наш первый партнёр, то мы уже начинаем хуже слышать и воспринимать других. Ага, то есть мы правильно начали с Александра. Совершенно верно, да. Тело – это наша база материальная, мы все через мать приходим в этот мир, и поэтому мы должны уметь взаимодействовать с материей в первую очередь, и управляться этим. А так как на сегодняшний день у нас главный ресурс – это наше внимание и наше время. Это невосполнимые ресурсы. Но что касательно внимания, здесь очень сложная задача у наших детей и подрастающего поколения, и у взрослых, так как отвлекающих моментов внимания, способов и техник расфокусировать это внимание становится всё больше. Дети живут в виртуальном мире, в телефонах, в соцсетях, в мысленных каких-то конфликтах или проблемах, или наоборот, в каких-то играх со своими друзьями, в каких-то разговорах. И часто люди находятся в состоянии рассредоточенности. А любой лидер, любой успешный человек является показателем сосредоточенности. Точным со средой. Поэтому управление вниманием и грамотно научиться строить контакт со своим телом, управляться своим телом, лучше, конечно, у мастеров, чемпионов, которые в этом достигли вершин мастерства. И уже потом на этот фундамент можно настроить любые остальные компетенции. Хорошо, друзья мои, у вас на самом деле очень мало времени. Давайте в двух словах сейчас я напомню тем телезрителям, которые, может быть, не совсем понимают, о чём идут речи. У нас был замечательный такой телевизионный проект, когда брали совершенно детей разного возраста. Там были малыши, по-моему, 8-9. И до скольки? До 15 лет. И пытались развить у ребят лидерские качества. При этом присутствовала камера, всё это снималось. И получился такой не просто обучающийся проект для какого-то количества ребят, но ещё и телевизионный проект. И телекомпания, наша телерадиокомпания «Губерния» всё это выдавала в эфир. Я предлагаю сейчас посмотреть маленький такой ролик о том, что из себя проект представляет. Потом продолжим разговор. О чём сегодня пойдёт речь? Чем ты хочешь в жизни заниматься? Лидерство – это не то, чему учат в школе. Культивирование шаблонового мышления. Почувствовать фундамент под ногами. Быть непохожими друг на друга. Это о свободе. Свобода мысли и слова. Маленькие лидеры страны. Вот так вот. Вот, Дмитрий, вот насколько сложно было общаться вот со всем маленькими? Вы знаете, совершенно не сложно. Вот, несмотря на то, что стартап-центр Самарского университета, он в основном работает со студенческими проектами, но тенденция последних лет такова, что возрастная планка, то есть проектной деятельности, когда у детей, так скажем, и у учащихся появляются новые идеи, она с каждым годом всё ниже и ниже. То есть уже школьники старших и даже средних классов зачастую имеют инновационные идеи, которые можно воплощать в жизнь, даже доводить до стадии бизнеса. И есть такие примеры, в том числе и в Самарской области. Поэтому, к удивлению для себя, обратил внимание на то, что общаться было совершенно несложно. Абсолютно тот же уровень, что мы имеем с совершенно разными другими проектами, в том числе студенческими. У ребят уже очень выстроенные компетенции есть во многих вещах. Даже удивился, например, что ребята не старше возрастной категории, не 15 лет, а даже 10-12 лет. Они уже знают, что такое система «Умный город», например, это то, что там многие взрослые люди, например, не знают. Мало того, у них есть идеи, причём совершенно новые в этом направлении, которых ещё нет и которые можно реализовывать. И как раз этот проект, в чём его была польза, польза была в том, что он учил детей, как реализовывать это в жизни. Не просто на стадии идеи, а как доводить это до реализации. Как воплощать идею, как приделать ей крылья, чтобы она взлетела. Это очень важно. И развитие лидерских качеств здесь как раз играет огромную роль, потому что быть лидером зачастую – это очень важно. Важно не просто иметь идею и какое-то стремление, а важно уметь лидировать в этом процессе, то есть брать на себя. А вот все ли ребята… А сколько у вас там было всего гавриков, мальчишек, девчонок-то в проекте? 25 лет. Порядка 25 лет. Где-то около 30 лет, допустим. Да, около 30 лет. У всех ли вот этих ребят и девчонок удалось выявить эти лидерские качества? Потому что, в принципе, я как сам отец, я понимаю, что каждому родителю хочется верить, что у его чада уж лидерские качества есть. Но не всегда это соответствует действительности. Вы знаете, тут очень правильный вопрос. Действительно, не все могут быть лидерами. Не все рождены быть лидерами. Не всем и нужно быть лидерами. Абсолютно верно. Но вот как раз формат проекта, формат вот такой работы, которую мы, например, в интеллектуальном блоке проекты проводили, то есть у нас в базе стартап-центра был интеллектуальный блок. Туда приглашались спикеры, у нас была проектная работа с ребятами. Они формировались в команды. И вот именно во время вот этой командной работы было очень явно видно, кто же все-таки действительно начинает в каждой группе. Кто продолжит. Да, кто лидер. Но также немаловажно знать, что команда – это не только лидер. То есть все дети, которые в команде участвовали, каждый из них брал на себя определенную роль. И вот это тоже очень важно. Каждому дали возможность порулить. Да. И каждый ребенок нашел для себя роль, в которой ему максимально было комфортно в команде работать. И все работали на результат. И это тоже очень важно. Андрей, получилось, как вы считаете, со стороны? Сейчас проект закончен. Да, как раз хотел подкорректировать, подкорректировать, что слово «не пытались мы» эти два месяца, а именно «дети произошли», работали. И дети, как вот уже сказал Дмитрий, «крылья приделать» мы уже понимаем какими-то выражениями, афоризмами о какой-то трансформации. И мы говорим про слово «формат обучения». «Маленькие лидеры страны» — это новый формат обучения. И что такое? Это формат, это форматирование сознания для того, чтобы сознание их уже было настолько способно воспринимать все элементы меняющегося мира, который многогранен, многосторонен. И те трансформации, которые происходили с детьми, как раз еще уникальность формата обучения в чем? Что подход, лидер — это я не стою над вами, и вот вы делаете то, что я вам скажу. А лидер — это ответственность дать свободу себе и дать себе право быть в ответе за свою жизнь и за тот сектор, который тебе доверен, и дать свободу и воспринимать других. То есть лидерство без борьбы, без такого деструктивного доминирования. То есть на сегодняшний момент новый формат лидерства и лидерских команд, команды образования. Когда мы работаем вместе, когда лидер — это не над, стоит структурой, а он внутри, он является... Рыцели круглого стола у вас получились. При взаимном уважении и при распределении ответственностей. Вот действительно вот эта трансформация и то, что удалось детям. Дети до 15, до 7 лет, до 10 лет, они обучаются и развиваются благодаря тому, что они смотрят как норма, не норма. Вот я нормальный или ненормальный. Если мы помним, что изначально дети учатся тому, что видят у себя в дому, возрастают, они попадают в другую социальную среду, например, в школу, в тренировки, в какие-то спортивные секции, они тоже смотрят норма, не норма. Но этот проект за два месяца дал им возможность посмотреть, что такое норма в разных срезах социальных. Спорт. Музыка. Эдуард Лыткин у нас выступал. Писатели. Олег Богди. Люди, которые успешны в бизнесе, в консалтинге. Поэтому чемпионы мира. То есть, это люди, которые стали уже мастерами в своих, достигли каких-то высот и делились лучшим своим опытом. Самое главное, я вас перебью, чтобы дети все это впитали. У нас просто очень мало времени. Я просто хотел... Как губки впитывать. Да, как губки впитывать. Такой вопрос. Я четко знаю, что огромное количество телезрителей с 6 апреля по 5 мая сидели и каждое воскресенье смотрели с удовольствием эту программу. Насколько интересно было вам самим и продолжится ли эта работа, Саша? Ну, это зависит прежде всего от организаторов. Если... Продолжится или нет. Да, продолжится или нет. Насколько летом какие-то собираются здесь. Вам самому было интересно? Очень было интересно пообщаться. Знаете, как вот больше всего с детьми, общаясь только со своими. А здесь вот достаточно большое количество людей. Причем разных абсолютно детей, которые со своей точкой зрения... У меня лично с чем столкнулся на второй передаче, съемке второй передачи, был парень такой маленький, я не помню сейчас, как его зовут, ему 8 лет. И он такой был абсолютно отвлеченный. Я его спрашиваю, а ты зачем пришел-то сюда? Ты же сам-то что хочешь от этого? Нет, ну, мне просто девочка нравится. Вот, я как бы за ним хожу, да, нет, 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 я поэтому это слушаю. И начали с ним как бы разговаривать, общаться, затягивать его в беседу. То есть чем ты занимаешься, чем ты увлекаешься, там все. И в конце, уже там, да, там, практически, там, да, там, после часа беседы со всеми, то есть больше всего как бы акцентировали внимание на нем. И его настолько затянули, то, что он, скажем, пришел, он там подписался на нашу социальную страничку, да, в ВКонтакте. Нас начал просматривать, комментировать, как-то вот этот молодой парень. Саша, у него была такая мощная мотивация, девочка нравится, понимаете, что это, мне кажется, покрывало все. Ну, нет, знаете, как бы каждый ищет свою там мотивацию в этом. То есть он изначально, цель одна была, почему он пришел и начал участником этой передачи быть, а потом в процессе у него уже как бы это все переросло, нечто большее. Вообще, на самом деле, вот ваш взгляд, Дмитрий, проект нужен? Я считаю, что обязательно он нужен. И думаю, что эту практику стоит распространить и расширять по одной простой причине. Сейчас тенденция современного образования, я думаю, родителям будет интересно, но это услышать сейчас, что постепенно мировое образование отходит от классической академической модели. То есть пришел, получил знания, ушел, сделал домашнее задание. И как результат экзамен. Сейчас именно проектный подход, он со школ культивируется во всем мире. То есть учащиеся, они работают не просто на то, чтобы запомнить информацию из учебников, а на то, чтобы у них появился какой-то физически осязаемый результат или интеллектуальная какая-то деятельность, какой-то продукт интеллектуальной деятельности появился. Именно на это и ориентирован этот проект. И чем особенно мне он лично понравился? Тем, что именно он нестандартный академический. То есть детей с самого раннего возраста учат, как делать реальные вещи, как применять знания для того, чтобы реально что-то получилось. При этом при общении с действительно добившимися что-то людьми. Да, это для них важно, потому что для многих абсолютно... То есть я смотрел передачу, к сожалению, не присутствовала в записи, но для многих то, что приезжают кумиры, спортивные люди, видят дети их в жизни, конечно. Конечно, и услышать, что тебе человек, твой кумир, советует в юном возрасте. Мы все помним себя детьми. Замечательно. Единственное, что я могу сказать, что, насколько я понимаю, проект будет продолжен, да, а в интернете, если зайти, найти маленькие лидеры страны, там будет вся информация о том, что будет продолжено и дальше. Время, к сожалению, пришло к концу. Хотели, да, буквально, только коротко. Скажу, что продолжение будет. Лидеры страны.рф. То есть там вся информация о проекте. В октябре мы собираем второй состав, а продолжаем занятия в формате «Успешный дипломат» с 4 июня. То есть все впереди, все хочется, чтобы ребенок был лидером, и все получится. Вам большое спасибо, удачи. Но самое главное, чтобы у наших детей все получилось. Спасибо. До свидания. Спасибо, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин